Спасибо. Игристые вина. Самый необычный и загадочный напиток в мире. Я, к сожалению, часто слышу от скептиков, что в Украине нету хороших игристых вин. Но я с этим не могу согласиться. Хотя бы потому, что в компании Шабо созданы все условия для производства игристых вин по французскому стандарту. Еще в 2004 году в Шабо специально для производства игристых вин были высажены истинно шампанские сорта винограда. Пино Нуар и Шардоне, приобретенные в Европе. Сегодня эти лозы достигли того зрелого возраста, который необходим для создания игристых вин наилучшего качества. Так что потребители могут не сомневаться, что игристые вина Шабо созданы из отборных сортов винограда. Есть такое выражение. Хорошее игристое вино делать несложно, но это дело всей жизни. У нас в Шабо именно качество это дело всей жизни. Поэтому был построен современный комплекс игристых вин Шабо. Фактически дом игристых вин. Здесь наилучшее европейское оборудование, которое дает возможность создавать лучшие игристые вина по разным технологиям. Например, классический метод шампанизации. На производство такого игристого вина уходит от 9 месяцев до 3 лет. В течение этого времени в каждой отдельно взятой бутылке происходит процесс природного брожения. Постепенно классическое игристое вино взрослеет, приобретая новые вкусовые и ароматические качества. Кроме этого, Шабо создает игристое вино и по другой, не менее популярной технологии по методу Шарма. В основе этой технологии тоже природное брожение, как и при классическом методе шампанизации в бутылке. Только роль бутылки выполняют закрытые резервуары, вмещающие содержимое 20 тысяч шампанских бутылок. Производство этого игристого вина занимает 4-5 месяцев. Благодаря уникальному оборудованию и мастерству виноделов на свет появляются свежие игристые вина, приготовленные по методу Шарма с великолепной органолептикой и яркой игрой в бокале. Эксперты оценивают игристое вино не только по его вкусу и аромату, но и по игре в бокале. Чем мельче пузырьки, тем вино качественнее и изысканнее. Серебристая цепочка стремительно идет вверх, прямая и непрерывная, образует так называемое жемчужное ожерелье. Игра вина в бокале может продолжаться до 10 часов. Чтобы насладиться игристое вином, нужно оставлять несколько правил. Во-первых, игристое должно быть охлажденным до 6-8 градусов. Или находиться в специальном кулере до 2-х часов с водой и льдом. При открывании бутылки нужно избежать выстрела и открывать его осторожно и аккуратно. Игристое вино должно подаваться в высоком пузском бокале на длинные ножки. И держаться тоже, соответственно, за нее, дабы не нагревать напиток. Бокал должен наполняться на 2 трети. Игристое вино – это символ успешного начала, романтических отношений, торжества и веселья. С ним встречат первую минуту Нового года. Мне кажется, невероятно притягательная сила этого напитка в ее жизни утверждающей природе, благородстве и аристократичности. И самое главное – наслаждаться этим напитком и получать от него удовольствие.